Приветствую вас, мои дорогие туристы, на канале Play It Home. Ну что, мы с вами продолжаем проходить наш симулятор туристического автобуса. Сегодня у нас с вами будет исследовательская серия. Дело в том, что погулял по карте и обнаружил метки, где находятся секретные бункеры. Вот здесь у нас находится бункер номер один, вот здесь находится бункер номер два, и вот в этом месте бункер номер три. Именно эти три бункера мы сегодня с вами попробуем открыть, посмотреть и вообще, что там находится. Без вас я этого не стал делать, дабы не терять эффект вау. Но перед тем, как мы туда отправимся, кстати, да, давайте заскочим в Куфите и откроем контейнер. Я прочитал все ваши подсказки и наводки на то, какой здесь должен быть код, поэтому я думаю, сейчас мы с вами его спокойно откроем. А, слушай, давай знаешь, что еще сделаем? Посмотрим по заказам. Может, у нас есть какие-то заказы? Так, у нас вот есть заказ раз. Давайте мы отправим, наверное, данного товарища. Потом у нас есть заказ 101. Давайте возьмем вот этого товарища на этом автобусе 255 возьмем, вот таким вот образом сделаем. И 287 тоже вот таким вот образом это сделаем. Слушай, немало мы за вами набрали заказов. Прям вот нормально, да. Единственное, надо посмотреть по планировке. У нас идет 21, 22, 24, 24 и 25. В 9 утра и в 9 вечера. Слушай, ну нормально. Я думаю, должно быть все у нас чики-пики. Да, ну а мы с вами прыгаем в наш джипарик, потому что именно на нем мы сегодня с вами будем рассекать и делаем телепорт в Кофе-Т. У нас как раз-таки там есть местечко, где мы с вами можем припарковаться. Слушай, здесь прямо в 8 утра шикарно. Вот просто шикарно, смотрите. Нету ни машины, нету никаких пробок. Помните, да, здесь маленькие такие-то улочки, одна полоса туда, полудорога, даже назвать дорогу-то ее нельзя. Друзья, единственное, что заасфальтированная остановка и было обилие машин, ДТП и всего остального. Да, ну а мы с вами возвращаемся... Кстати, Туарек уехал. А мы с вами возвращаемся к нашему коду. Значит, на замке был написан код из четырех цифр. Мы с вами... Я криво считал. Я думал, надо собрать последние цифры итоговые, да, но оказалось совсем немного проще. Надо было взять те цифры, которые вообще указаны у нас на бумажке. То есть в данной ситуации 6-5-3-0. Здесь у нас получается 2-3-6, то есть три цифры, да, и в конце у нас идет пятерочка, который город ожил. Все поехали на работу, да. Поэтому мы берем именно эти цифры, 6-5-3-0. Я, правда, не проверял, но почти что на 100% уверен, что этот код подойдет. Потому что, в принципе, других уже вариантов-то у нас с вами и не будет. Так, проверяем. 6-5-3-0. Жбоньк. Да, это отлично оказалось. Ну-ка, если что, вот этот знак висит у нас. Ну, деньги деньгами, понятно. А это еще такое у нас. Слушай, а там, походу, под этой коробкой ничего и нет. Я вот смотрю, в просвете она не двигается, вообще ничего с ней не происходит. Ладно, ну-ка, давай-ка попробуем сначала убрать все это дело. Скиллпоинт и деньжата. Деньжата, это хорошо. Еще один контейнер. Слушай, а что с коробкой-то, интересно, надо сделать вот здесь. Прямо, прямо, прямо. Удивительно и непонятно. Нет, слушай, ну она никак не активна. Нет, абсолютно. Замок на карте нарисован, что мы его открыли. Ну, либо, скорее всего, просто... Я не знаю, что это означает. Я предлагаю просто отсюда уйти, потому что, в принципе, там ничего нет. Я вам в щельпляйся буду посмотреть. Да, нифига там нету. Ладно, отсюда мы с вами-то осваливаем. Сейчас прыгаем в наш джипарь и поехали уже непосредственно к нашему первому контейнеру. Вот здесь у нас он находится. Так, надо как бы снять отметку. А, ну туда не проложить маршрут, смотри, да? Хреновастенько. Здесь, я напоминаю, у нас с вами такая полная отсутствие дороги. Идет некий серпантин. И, я думаю, мы с вами увидимся уже как раз-таки вот на этом съезде. Что у нас здесь город-то, смотрю, потихонечку начинает просыпаться. Нет, слушай, все разъехались на работу. Это шикарно. Слушай, ну, по этому серпантину, который находится у нас прямо на обрыве, по сути, даже в полном отсутствии дорог, даже на джипаке здесь ощущается, все немножечко иначе. Блин, Лексус, ты как-то ускоряешься давай, чувак. По-моему, Лексус, да, был? Ну, да. Прямо на джипаке иначе ощущается. То есть, если ты на автобусе идешь на такой большой дуре... Да, короче, ладно, мужик, извини, мы тебя объедем. На большой дуре, соответственно, медленно, но уверенно, джипак, конечно, все-таки передает другую плавность хода. Самое что-то интересное, на джипаке, опять же-таки, здесь немножечко комфортнее, чем на автобусе. По одной простой причине, что мы хотя бы джипак здесь наш не удалбываем. Напомню, на автобусе у него достаточно длинная база, и поэтому мы все переходы с вами задевали дно нашим, да? Поэтому здесь, конечно, в этом плане немножечко покомфортнее двигаться. А вот, походу, у нас сейчас съезд, да. Вот наш съезд, как раз-таки, который ведет к бункеру. Ну, посмотрим, что здесь у нас будет за дорогой. Здесь, мне кажется, на автобусе точно бы не стоило ехать. Да, да, с другой стороны, да, и не надо. Достаточно нам иметь этот джипак. Автобусы пускай работают, деньги нам зарабатывают, да? А мы с вами спокойненько уже проколесим по этому оффроуду и посмотрим, что из себя представляет бункер. Если честно, я даже пока в уму не могу предложить, что там будет находиться. Ну, скорее всего, наверное, по классике все. Карты, деньги, может какие-то, не знаю, может быть всякие брелочки какие-то, я не знаю, там, типа достопримечательности какие-то могут быть указаны. Я не знаю, то есть, как бы, в голове небольшая путаница, потому что игра удивляет постоянно разными приколюхами. То есть, я даже вообще не думал, что здесь какие-то бункеры есть, зафига не тут упали. Но, видите, о, смотри, маяк, кстати, появился. Надо будет заехать, посмотреть, что у нас есть там. Может, какие-то тоже есть секретные места или точки. Обязательно сейчас это все дело глянем. И здесь, я смотрю, у нас прямо-таки такая же дорога, но машин абсолютно нет. То здесь, может быть, даже никто не гоняет, хотя здесь, скорее всего, эта дорога только для того, чтобы добраться до маяка. Ну, и параллельно для этого бункера. Кстати, по поводу бункера, интересно, че же это бункер. Это частные бункеры или, может быть, государственные бункеры. Там огромные, знаете, для того, чтобы можно было укрыть большое количество населения. Не знаю. Здесь, в принципе, пока вариаций очень быть может много. Где нам поворачивать вообще? Нет, походу дальше. Здесь еще хребет у нас идет, да? Да, давайте здесь, наверное, пока не будем там сворачивать. Проскочим чуть дальше. Опа, стоп. А вот у нас здесь мигает. Здесь даже почтовые ящики висят. Ты смотри, серьезно? Прикольно. Так, ладно. Ну, поехали, посмотрим. Дождик пошел. Как-то больно резко. Тебе не кажется, друг, стоять? А как нам куда нам ехать-то? А, вот по этой белой-желтой полоске. Ну, ее, кстати, когда едешь от первого лица, особо-то и не видно. Блин, ни хрена себе. Хорошо, что все-таки здесь на автобусе-то не поехали. У меня сначала была мысль, а может быть, заказ какой-то здесь взять в этот радиус и параллельно выполнить его? Не. На автобусе здесь как бы вообще не варик. Абсолютно не варик. Укачивайтесь. Да? Давайте попробуем сделать отсутствие от третьего лица. Ой, да нет. От третьего, слушай, колбасит еще, по-моему, мне кажется, больше, чем от третьего, от первого, точнее. Но зато, с другой стороны, нам, в принципе, ничего не загораживает обзор. Типа капель дождя, там, если сумасшедшим дворником, ты смотри. Ну, конечно, физика ландшафта и взаимодействие с автомобилем наставляет желать лучше, мягко говоря. Да. Ну-ка, давай попробуем, посмотрите так. Блин, ну это вообще обзидел. Я, конечно, не подвержен тошнотворению такому. Давай-ка вот здесь, наверное, мы бросим тачку, потому что я видел, там бункер у нас уже сгорелся на карте или нет. Да, вот он совсем рядышком. И здесь прогуляемся. Ну его нафиг здесь перить тачку. Знаешь, не хватает таких очков с дворниками. Это вообще эпичная тема. Слушай, ну мы подошли с вами к нашему бункеру. Но, если честно, я немножко себе по-другому это дело представлял. Я думал, будет типа утопленная, может быть, какая-то конструкция в скалу. Но здесь хотя не прикольно устроились, да, прямо-таки на берегу. Огородили все, сделали. Слушай, ну, в принципе, симпатично. Теперь главное, чтобы нас не разочаровал и удивил, что может быть внутри. Ну, такой. Здесь живут. Здесь прямо живут. Ладно, наша дача будет здесь все досконально изучить. Посмотреть. Так, туалетная бумага, какие-то запасы здесь, перчатки, микроскопы. Так, карта есть первая, да, с достопримечательностью. Блин. С чем-то нормальным бы не было, что ли, а? Так, здесь у нас нет масла, канистры. О, сейф с деньгами. Так, ну, деньги у нас что-то какие-то, походу, забагованные. Их реально не забрать оттуда. Ты посмотри. Слушай, а что за фигня-то? А ну, отдай деньги. Я же тебя нашел сегодня просто приехал. Тем более, соточки лежат в твоей маковке. Ты серьезно? Так, самое что интересное, смотри. Колес. Колес здесь достаточно много находятся. И техники поблизости вообще никакой нету. Может быть, где-то машинка должна быть прятана секретно. Нет? Хотя, как варик. Это у нас здесь что-то такое? Так. Марс Хабитат Проджект. Примари контрол. Ну, все... Все у нас здесь в норме. Здесь особо нам забирать нечего. Ящики, либо с провизией, либо с оружием. Смотри, душевая кабинка. Даже есть, да? Кровать. А, все, карты есть. Карта есть. И есть еще... Скрытый контейнер. Больше здесь другого ничего нету. Кнопки какие-то... Опять микроскопы, отвертки. Слушай, ну, как-то так себе, я тебе скажу. А вот здесь еще такое, ну, интересно. Ну-ка. Какие-то секретные данные, что ли? Принтер, кинопленка. Хеббинг-тест. Джамп-фрок. Какая-то лягушка непонятная. Поинт. Серьезно. Может быть, вторжение какое-то на это самое намечается. Не знаю. В общем, ну, как-то так себе здесь внутри. Я прямо думал, здесь будет что-то нечто эпичное. А оказалось, просто небольшой какой-то домик, да. С двумя картами и деньгами, которые мы даже с вами забрать не можем. Ладно. Ну-ка, давайте-ка сделаем следующим образом. Попробуем выйти отсюда и посмотреть, что-то здесь есть у нас в радиусе. Или, может, в окружности что-то находится. Так. Здесь у нас этого нема. С этой стороны у нас, в принципе, тоже. Давай-ка поднимемся на саму гору. Ну, вид сверху нам тоже ничего такого сверху нового не открывает. Предлагаю добраться до маяка. Действительно интересное строение. Может быть, что-то там интересное тоже найдем. Кстати, кроме маяка у нас здесь открылась точка. Это пляж серфингистов. Соответственно, здесь мужики и дамочки приезжают ловить кайф и ловить волну. Ну, так, ну что, давай посмотрим, что у нас здесь имеется. Ну, походу, он не действующий. Да, он не действующий, но прикольно выглядит достаточно. Самое интересное, я думал, буквально недавно, перед тем, как записывать серию, интересно, есть ли на карте какие-то маяки, да, все-таки тематика островная. Было бы круто, но до этого момента я пока не находил. Так, где у нас серфингисты катаются? Прямо вот здесь? Здесь место для хорошей волны. Окей. А контейнер у нас? Серьезно? Невидимые цифры? Лады. Давай попробуем подняться, посмотреть, что есть вообще наверху. Вообще, есть ли возможность туда подняться, кстати? А, нет, хрен там плавал, слушай. Туда не забраться. Да, и самое же интересное, он даже не отображается никаким образом, как какая-то достопримечательность или просто какое-то важное место на карте. Да, вообще абсолютно никак хреново. Ладно, так, хотя бы карту забираем вот эту, и здесь у нас есть с вами, опять же, достопримечательность подсветилась. Ну, ладно, жалко, обидно, я бы хотел подняться, это было бы прикольно. А, нет, слушай, он действующий, ты посмотри, я думал, нет, а вон у него луч света гоняется. Серьезно? Лады. Так, ладно, куда нам с вами отправляться надо будет дальше? Этот бункер мы с вами открыли, посмотрели, у нас с вами висит следующий бункер номер 2. И он находится недалеко от промышленной недвижимости. Кстати, хороший варик, давайте, может, все-таки мы ее приобретем. Но у нас же как раз здесь есть телепорт. Ну что ж, мы с вами на месте, давай посмотрим, как у нас это все работает. Вы хотите купить эту недвижимость и получить дополнительную парковку? Ну, как бы, в принципе, да, только я не очень понимаю, как здесь все будет выглядеть и работать. То есть, у нас здесь будут складироваться с вами автобусы, хотя... Хотя, скорее всего, да, так оно и будет, потому что у нас около нашего офиса всего лишь только одно место. Хорошо, да, мы покупаем 250 тысяч, тем более у нас с вами 576 тысяч уже наформлено. Снести, построить новый зал. На, снести, конечно. А, нет, стоп, построить, да. 14 дней, 150 тысяч. Окей, я согласен. Вот, он начал настроиться, привезли сразу же материалы разнообразные. И осталось дождаться 14 дней. Но, в принципе, у нас есть варик, это сделать очень просто. Мы можем промотать времени и посмотреть, что у нас будет по итогу. Единственный такой вариант. Календарь, 14 дней, грубо говоря, 2 недели. Надо промотать до 4-го числа. А, ну, у нас здесь не работает, до 5-го даже, наверное, сказал бы, да? Ну, давай сделаем вот таким вот образом. Водители вашей компании нуждаются в транспорте. Да, сейчас пофиг на всех этих водителей с их заказами. Календарь. Давай, и на 4-е число. Пропущенный заказ был. Готово? Готово. Конструкция у нас с вами полностью построилась. Ну-ка, давай пойдем посмотрим, что внутри. Стоп, он открывается? Открывается. Ну, на 2 автобуса. Только, единственное, что, получается, одни центральные ворота. Я думал, это будет сделано, типа, как вот в том гараже, да, в том ангаре. Одни ворота, а один заезд. Это было бы удобно. А здесь у нас, получается, 2 места. Странно. На 2 автобуса через одни ворота. Ну, такое себе. Слушай, а расширить сколько стоит? Ну, посмотрим. Вообще, увеличить его можно или нет? Было бы неплохо. И жбуньк. Так, 2 автобуса дополнительные, да, получается? Хотя, странно. Я думал, автобусы, это как раз-таки вот один такой отсек. Холл номер 1. А, слушай, мы можем построить еще один новый холл. Серьезно? 150 тысяч, 14 дней? А, интересно, где это? Прямо где-то в этом месте будет строиться? Или удлиниться? Ну-ка, давай, ради интереса, посмотрим. У нас новый холл 150 тысяч поставить, а новое место 50 тысяч. А будет вот так, поширше, да? 100 тысяч. Смотри, самое же интересное. Не очень понятно, что значит 11, 2 автобуса, 11 места. Что за 11 места? Ну, давай попробуем ради интереса расширить на 50 еще, да? Да. Там 2 дня. А, ну, вон, типа, модуль перестроился. Он будет просто ширше. Ладно. Парни, кто в курсе, как эта хрень работает? По поводу того, если я буду строить новую местность, ой, новый, ты самый, господи, новый ангар, где он будет появляться. Где-то там дальше, соответственно, где-то здесь ближе, неважно, да? Типа как отдельная постройка. Или все-таки где-то уже в других местах. Черканите, пожалуйста. Да, мы с вами пока будем потихонечку продвигаться. У нас с вами задача забраться в бункер номер 2. У нас он находится прямо здесь на высоте. И нам надо туда будет держать путь. Слушай, ну, здесь вариантов у нас не очень много. Здесь надо нам будет, скорее всего... Слушай, а может нам просто пешком на туда добраться? Это может быть правильнее даже? Единственное, бывает, такую тачку заглушим на всякий случай, да? А то что-то здесь прямо по этим буеракам туда перейти. Ну, такое себе. Тем более, мне так уж здесь и далеко. Смотри, бункер один в один, как и тот. Ну, то есть, он причем, ладно, тут находился здесь в горах, а это прямо чуть ли не в чистом поле. Такое себе, если честно. Кстати, давай лучше обойдем сначала его. Может, найдем какую-нибудь карту или что-то типа того, да? Причем здесь большое количество всяких материалов, наверное, еще не достроена эта вся тема. Ну, скорее всего, да. Очень странно, что все-таки действительно сделали вход именно сбоку. Могли бы сделать именно прямо-таки из торца, из центрального прямо-таки, как вот здесь, где-нибудь предположим. Было бы отличное место. И мне кажется, больше бы было свободного пространства, именно используемого внутри. Мысли, стоп. Вот, отлично. Так, что у нас тут с вами имеется? Ну, проектировка внутри примерно такая же. Здесь, вон, телек у людей находится. Сидели, балдели, смотрели какую-то программу. Вот так. Здесь у нас нифигашеньки нету. Кстати, а у кого какая интересная, самая любимая программа по ТВ? Ну, кто вообще смотрит телек? Ну, или, может быть, в интернете? Напишите. Я, если честно, в последнее время программ мало очень смотрю. В основном всякие либо фильмы, либо сериалы. Но если все-таки брать программы, наверное, как-то сделано. Старая программа такая была по Discovery, очень крутецкая. Очень была интересная и познавательная. Так, здесь у нас нифигашеньки нету, а здесь у нас... Слушай, да здесь вообще даже ничего нету. Здесь даже ни карты нету, ничего. Или я что-то пропустил? Серьезно? Мусор, мусор только. Какая-то информация. Серьезно? И... И все. Одни и те же наклейки, одни и те же картинки. А где деньги? Где карты? Где хоть что-то? Ради чего я сюда приперся? Слушай, ну это... Это просто обман. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Шемотки, трусы всякие висят. Блин. Не, ну это попадос. Это реально попадос. Конечно, может пропустил что-то, но вроде нет. Хрень какая-то. Тут хотя бы бункер был на бункер похож. Там хоть какие-то тайны были. Тайны, интриги, расследования. Здесь вообще ничего нету. Абсолютно ничего. Ты посмотри. Как так может быть? Ладно. Не бункер, а разочарование. Мы здесь с вами, походу, сделали уже все. Если это можно так назвать. И отправляемся, посмотрим, что у нас стоит. Бункер номер один. Самый первый бункер, самый далекий. Так, у нас с вами ближайшее место как раз таки есть вот тут. Недалеко автобусная остановочка. Кстати, кто заметит на тот момент, что выскакивало когда нам сообщение по поводу проблем с автобусом. Вы посмотрите, что у нас с вами произошло. Один из водителей просто ухайдохал наш последний, который купленный МАН, просто в сопле. Однозначно его надо ремонтировать. Однозначно его надо направлять на полный ремонт. Давайте сразу тогда, наверное, запишем его. Так, замены нет. Комплетующие. Ремонт. Так, насколько это будет стоить, получается, двигатель повреждения кузова. На 8 утра. Давайте в субботу. Да, подтверждаем. Ваша механика отремонтирует этот автобус. Шикарно. Так, дальше. Здесь у нас все висит. Отлично, готово. Ну, посмотрим, как они это все дело у нас его сделают. У нас этот транспорт должен был пропасть сейчас. А, нет, здесь не используется. Странно висит. Ну, значит, в субботу его сделают. Ладно. Куда нам с вами двигаться? Нам надо будет с вами подниматься по горе, получается, где-то здесь направо. Либо вот здесь дорожечка маленькая есть, либо второй вариант где-то есть все-таки полноценный подъем. Хотя, скорее всего, у меня склоняюсь к тому, что где-то вот тут должен быть определенный проход. Слушай, машины, конечно, здесь вылетают. Ты смотри, ты смотри, смотри, что творят. Охренеть. Просто жесть. Там есть кто-то еще, нет? Ты смотри, да твою маковку. Ты серьезно гоняет? Головой-то не бьетесь, товарищи. Нет? О, смотри, желток едет сейчас. А, желток пролетел. О, смотри, смотри. Несется. А, этот медленнее поехал, да. Ну, ладно. Он тоже несется, смотри, сумасшедший. Прикол. Хм, интересно, а что там такое в воздухе висит? Такое ощущение, как будто бы телефонная будка. Блин, матрица какая-то, ей-богу. Слушай, натуре, это либо будка телефонная, либо это торговый автомат по производству там. Ой, по, ну, типа холодильника, там банки, кока-колы, все колы хранятся, что-то типа того. А вот и последний наш бункер. Ну, надеюсь, он нас не разочарует, как второй. К первому особо претензий нету, кроме того, что там бабки забаговались. В принципе, он нам дал еще дополнительно две карты. Здесь второй нам не дал нифигашеньки, абсолютно нифига. Мы просто пришли, посмотрели, о, бункер, круто. И больше ничего. Так, ну, надеюсь, в третьем все-таки такого не будет. И хотя бы маломальская, ну, какая-то прибыль или картография у нас отсюда с вами появится. Ну-ка, смотрим. Слушай, немножко по-другому сделан даже, да, прямо здесь какой-то научпок, походу, живет. Много книг, много чем-то людей занимаются, изучают. Ну, что-то мне подсказывает, что здесь тоже нифига не будет. Хотя, серьезно? Это что за экзорцизм, мать его? Серьезно, при свечах. Он сидит в веревке. Я тебя спасу, брат. Я тебя спасу. Нет, ты? Как вы так, как вас так, да что ж такое-то? Как вас так, как вы так угодили-то? Пипец. И, 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 и тоже пусто, ты посмотри. Еще один бункер, и нихренашеньки нету. Они все поныкали. Интересно, а что прикольного сидеть смотреть в стенку? Ну, я знаю в старости, дедушка там может сесть перед камином и перепутать, что это телевизор смотреть на вечно на огонь. Но, черт подери, это что-то странное происходит. И здесь тоже опять нифига нету. Ни денег, ни карт. Но это разочарование прямо. Бункеры, это разочарование. Наверное, нет смысла гонять во второй, третий бункер. Но, кроме как, наверное, первого. Точнее, наоборот, мы где с вами были, это был третий бункер по нумерации. Вот, но первый по нашему счету. Поэтому сгоняйтесь туда. Если вы будете играть в эту игру, обязательно, ребята, черканите. Кстати, если вы посетили первый и второй бункер, именно по нумерации, которая идет у нас, черканите. Нашли ли вы что-то здесь интересное? Если да, то что? Ну, я думаю, тогда мы с вами будем потихонечку прощаться. Такая сегодня серия с вами появилась, точнее, получилась по изучению разных мест. Мне так реально понравилось. Единственное, что, конечно, ожидал нечто большего. Но, в принципе, получилось то, что получилось. В следующей серии мы с вами отправляемся уже на маршруты, на рейсы. И если вы ждете эту серию, то обязательно втыкайте ролику лайкосик и не забывайте подписываться на канал. А с вами был Дядя Сережа Плей. Всех люблю. Хороших вам находок. Всем пока.